А люди ли? Случай жестокого обращения с животными потряс невольных очевидцев этой истории. Житель села Добрятино Муромского района привязал собаку к дереву цепью и проволокой. Для верности закрепил саморезами и оставил в лесу. Прикованным насмерть пса по кличке Граф нашел работник железной дороги. Более подробно о судьбе спасенного друга человека в репортаже нашего корреспондента Елены Петровой. Графу всего 4 года. А выглядит он как утомленный жизнью старый пес. Оно и понятно. После своего чудесного освобождения собака, находясь в глубочайшем стрессе, рванула через весь лес в село. В тот же дом, где с ней так жестоко обошлись люди, которые не так давно согласились за ней ухаживать. Новые жильцы оставили пса во дворе дома, который купили у переезжающей в другое село вдовы. Когда я уезжала в поселок Золотково, обстоятельства так жизни произошли, уехала. Двое детей у меня, муж у меня погиб. Собаку в данный момент не могла с собой взять, потому что ее некуда было взять. Куда и сама ехала еще, сама пути не знаю, где и как, чего. Я говорю, ну она, говорю, добрая, никого не кусает. Ну будет, говорю, она бегать возле дома. Это родной ее дом, она там выросла. На что они сказали не помешать. Я спрашивала у соседки, у меня там соседка хорошая, Оля Смирнова. Я когда спрашивала, как граф. Она мне говорила, что все хорошее, что будто бы выйдет, как собака выходит с хозяевами, с теми, которые купили дом. Что они к ней хорошо относятся, не обижали, ничего. Благодаря сети интернет, весть о страшной судьбе графа подняла на ноги многих. Мне Оля позвонила, соседка, говорит, Люда, зайди в интернет, там графа нашли. Он был привязан на цепь, у него была проволока на шее, та, которая ему перерезала горло. Вот, посмотрите. Вот, сейчас она у него заживает, там гноится. У него была сильно открытая рана. Виноват в том, не знала, что такие вот люди, которые так могут обращаться, таких животных. На голове гематома от ударов, на лапах следы выстрелов из пневматического оружия. Несмотря на все страдания, принесенные людьми, граф не озлобился. Хороший, добрый, ласковый. Никогда не поверишь, чтобы он на кого-то набрасывался. О людях, которым оставила собаку, сама Людмила ничего плохого не говорит. Как судить, если видела один-два раза? У всех же других их действия вызывают одно и то же чувство. Шок, но нестандартный случай. Это преступление. Чтобы неповадно никому было. У сотрудников прокуратуры тоже есть что сказать по этому поводу. Статья 245 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, если это деяние совершено из хулиганских побуждений. Или из скоростных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних. А это значит, что если будут установлены данные случаи, то законодатель предусмотрел наказание за такие издевательские и жестокие обращения с животными, вплоть до лишения свободы, на срок до двух лет. В этой истории радует то, что десятки людей откликнулись на призыв помочь израненной собаки. В роли добровольцев выступила муромская семья, обнаружившая графа в лесу. Я хочу поблагодарить всех тех людей, которые откликнулись на мою просьбу о помощи. Собрали деньги, купили медикаменты, купили продукты, которые мы своевременно с мужем привезли. Отдельное спасибо жителям Добрятина, которые по моей просьбе спасли собаку, забрали от тех людей, привезли к хозяйке, где сейчас песик живет и радуется жизни. Теперь графу ничего не грозит. Он обрел свою настоящую семью во второй раз. Место прописки село Золотково останется постоянным. Елена Петрова, Александр Симонов. Новости Муром.